В столице подвели итоги первого выпуска школы мэров от Самары. В ней участвовал глава Самарского района Роман Рудюков с проектом совершенствования процесса признания многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Также обучение прошел исполняющий обязанности главы Отрадного Владимир Чехирев. За 8 месяцев обучения участники со всей страны разработали 157 проектов для улучшения муниципального управления и повышения качества жизни. Государственный фонд «Защитники Отечества» запустил в Самаре акцию «Семья защитников Отечества» в рамках проекта «Наша семья – наша победа». Волонтеры фонда собирают истории семей участников СВО и рассказывают их всей стране. В областной столице состоялась пешеходная экскурсия «Не хлебом единым». Историк и краевед Александр Житков рассказал о культовых постройках Самары. Экскурсанты узнали об истории костела, синагоге, староверческих и православных храмов. Записаться на экскурсию можно в детской картинной галерее. На набережной все лето проходит спортивная акция «Самара в движении». Присоединиться к тренировкам могут все желающие, независимо от возраста и уровня физической подготовки. Занятия проходят с 17 до 21 часа. Глава региона Вячеслав Федорищев провел встречу с делегацией одной из крупнейших инвестиционных компаний. Стороны обсудили направление взаимодействия и возможности реализации проектов на территории области. Глава области подчеркнул, что сейчас важно выделить приоритетные сферы сотрудничества и продолжить работу по ним. В Самарской области до 23 июля продлили запрет на пребывание в лесах и въезд в них транспортных средств. В МЧС пояснили, что это связано с высокой пожарной опасностью. Запрещается также разводить костры и жечь мусор. Клинический психолог рассказал, кто чаще всего стремится к заключению брачного договора. Это люди в возрасте, которые уже имеют за спиной состояние, прагматичные люди, которые переживают за свое будущее и те, кто вступает в брак повторно. При этом молодежь без большого имущества считает такое соглашение актом недоверия. Эксперты выяснили, кто является социальным героем для российской молодежи. 59% опроса назвали обычных людей – волонтеров, доноров, членов своей семьи. Кроме того, кумирами для молодежи являются педагоги, врачи, социальные работники, пожарные спасатели. 86% респондентов утверждают, что герои не стремятся к благодарности и признанию.